Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Мой сегодняшний герой рано остался без родительской любви и долгое время жил попросту на улице, но при этом добился высокой должности и, самое главное, не растерял человечности. Знакомьтесь, Александр Сергеевич Евстифеев. Знакомьтесь, Александр Сергеевич Евстифеев. Действительно, долгое время об этом я не вспоминал, не говорил, и вообще бывшие воспитанники детского дома стараются об этом не говорить. 30 лет он занимал пост генерального директора Рязань-Гургаза. Как скажут многие, дарил то самое тепло, которого так не хватало самому в детстве. Я ни разу не мог сходить вместе с женой, один раз всего в отпуск, когда мы попали. Он сделал предприятие одним из лучших в России, получил массу наград и званий. Награда Бирмингама за выживание в сложных экономических условиях России. Но каждую минуту помнил, через что пришлось пройти. Постоянная работа, постоянно с людьми. За всю жизнь у него практически не было врагов, но может всего два, признается Александр Сергеевич. Он как стойкий оловянный солдатик противостоял даже бандюкам 90-х. Сам слон сказал, мы знаем, что он знает свое дело, пусть работает. Были такие эпизоды, когда приходили и все, открой кредитную линию. Нет, не открою. А мы знаем, что ты живешь на первом этаже, окна вот у вас затыкать подушками сложно будет, трудно. Я говорю, знаете что, не злите меня. А когда меня начинают злить, то я уже выхожу из себя. Ну, они ушли. Правда, я потом через рощу перестал ходить. Но то, что не могли в глаза сказать руководителю, прекрасно выливали ушатым грязи в спину уже бывшему сотруднику газового предприятия. Он и не думал, что его отставка повлечет столько сплетен и пересудов, вплоть до приватизации горгаза. Но спорить не стал. Достал все свои дневники и написал документальную повесть. Там его правда, и он готов рассказать ее сегодня. Мне предлагали должность трижды возглавить межрегион газ. Вот если бы я там был бы, лет пять проработал бы, я бы, наверное, вилую заимел бы, честно вам говорю. Она вам нужна? Нет. Абсолютно совершенно верно. Вы задали вопрос. Мне на сегодняшний день говорят, а тебе она нужна? Нет. У меня здесь скромный домик действительно, он летнего типа. Зимой жить там невозможно. Но начнем сначала. Он родился в Астрахани, а жил с мамой на Дальнем Востоке, недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Вскоре в их квартиру подселили чувашку, ее звали Фекла Данилова. Именно ей, мама Шурика, умирая, завещала сынишку. До последнего умоляя, чтобы не отдавали в детдом. Не понимал и не понял ее смерти. Я вот до сих пор, перед глазами, когда ее хоронили, когда утром встал, все, и еще женщина обратила внимание. Разговор, говорит, сама. А мальчик, говорит, стоит, не плачет. Через полгода Фекла вместе с Шуриком уехали в Чувашию. Было голодно, но неплохо. Папа неизвестно, где в это время был, где он находился. Кстати, я разыскал и фотографии у меня здесь есть. Где он находился, то ли в армии, но ни одной награды я его не видел. У меня разговора не было. Все изменилось в тот день, когда Саша с приемной мамой решили вернуться на Дальний Восток. Неизвестно откуда, прямо на вокзале появился папаша. Но родительской любви Саша так и не узнал. Он не только стукнул, мне пришлось собирать. Я остался в поле, в диком поле, когда мы с ним ходили из одного поселка в другой поселок. И где я, так сказать, его подкармливал. И сам подкармливался. И потом мы одна зашли, и он ушел, сбежал. Я уснул на пригорке. Сталинградская родня отца, к которой Саша тогда вернулся, одела и накормила мальчика. Но как котенка выбросила на улицу. Мол, выпадет снег, приходи, отправим тебя к бабушке. Он спал в уцелевших подвалах, собирал на продажу ветхий хлам, разбирал завалы, пытался зарабатывать на кусок хлеба. С наступлением жестоких холодов он и такой же бесприютный ровесник Женька решили уйти из города. Вечерело, когда начинает темнеть, постучишься к какой-нибудь, а ты кто, мальчик? Да, вот такой-такой. И все, заходи, пожалуйста. И тебя покормят даже. И утром вставал, котомка через плечо и снова в путь, дорогу. Помнит, как пристроился к этапированным женщинам. Те по-матерински прикрывали его от снега и ветра, делили промерзший хлеб. Так сменялись вокзалы, рынки, компании. А однажды он робко постучался в один из домов. В углу Саша увидел икону и почему-то сразу перекрестился. Женщина молча подвела его к столу и налила тарелку горячего борща. Самого вкусного угощения за всю его детскую беспризорную жизнь. Через семь месяцев бродяжничества в Саратове Саша не выдержал и пришел в детдом сам. Саратовский детприемник, там распределитель. А потом Екатериновский, Саратовская область тоже Екатериновка. Вот такие качели у нас были. Жизнь в детдоме была не сахар. Хватало и темных, и даже карцер имелся. Но за время интервью он не сказал об этом периоде ни одного плохого слова. По сути, они просто не умели выживать по-другому. Потом был Хвалынский детский дом, куда в числе других дистрофиков его отправили для поправки здоровья. А духовное спокойствие помогал найти местный оркестр. За три года он научился играть на трубе. А вот его оркестр наш, который откуда я получил первое призвание, не призвание, вернее, а желание научиться. Все это время Саша писал своей бабушке. И, к счастью, из детдома он отправился уже не на улицу, а к родственникам в Дагестан. Ну, это когда меня взяли на воспитание, у них оказалась вот эта фотография. За годы скитаний он понял главное – всегда и во всем нужно рассчитывать только на себя. А потому не гнушался никакой работы. Был грузчиком и землекопом, спускался в каменолом, и строил дороги, собирал виноград и косил сено. Я закончил геодезию и картографию, мотался по всем полям и степям и так далее, тем более, проехав пол Советского Союза, увидев Байкал, Амур и Чувашу и все такое, конечно, мне вся эта природа, она у меня оставалась в голове. Бил себя в грудь – возьмите в армию. Возьмите, без армии ни человек. А затем женился только. Мы тебя не будем брать, можешь жениться. Нет, женился, через 8 месяцев меня взяли в армию. Карибский вопрос – ну что ты будешь, вы что делаете-то? В Рязань он приехал вслед за женой. Кстати, в следующем году Александр Юстифеев вместе с супругой отметит изумрудную свадьбу – 55 лет. У них две дочки, маленькая внучка и уже взрослый внук. А вот в Гургазе Александр Сергеевич оказался почти случайно. Зашел по объявлению и остался на всю жизнь. Учился, честно говорю, не так, как учились некоторые. Ходил на занятия после работы. В 68-м в районе Божатково взорвался газопровод «Средняя Азия-Центр». Александр Сергеевич был тогда еще главным инженером. Вот это страшно было, вы знаете, когда остановилось, город замер. И такая тишина стемнела, и не слышно было даже как-то… И так машин мало там было, а тут вот внутренне почувствовал свое беспокойство. А что делать? А как? Нету газа во всем городе. Все заводы, предприятия остановились. Телевидения не было, на радио нам запретили, чтобы не напугать людей. А вот ходили просто там, где можно было, объявляли, что газа нет, будьте осторожны, не открывайте газовое плит и газовое оборудование, чтобы… Ну что ж, под утро, 4-5 часов утра газ был подан. В свои 34 он уже возглавлял Гургаз. К 30-летию Победы готовился вечный огонь на площади Победы. И вот мы с главным инженером, с работниками испытываем газогорелочное устройство, откуда сейчас пламя горит. В 91-м году создалось вот такой, в 80-е конец, мы создали союз бывших воспитанников детских домов. Я съездил в Свердловск, съездил в Днепропетровск. Детдомовцам и молодежи он помогал всегда по мере сил и возможностей. В 2001-м Александр Евстифеев стал исполнительным директором антинаркотического центра. Именно ему доверили должность советника крупного Рязанского банка по связям с общественностью. Хоть как-то восполнить, вернуть то уважение, которое ко мне проявил весь коллектив банка, я действительно очень рад, что я не погиб. Он мог бы рассказать о своей жизни много больше. Там будет и лирика, и драма, и философия. И это лучшее доказательство тому, что жизнь всегда на стороне тех, кто имеет внутреннюю силу и гордость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова